Книга о милом лисенке по имени Лютер и его лесных друзьях. Трогательные рассказы о дружбе, творчестве и, конечно же, о природе и ее сезонных изменениях. Стоял летний солнечный день, и лес склонила в сон от жары. Лежа в теньке под деревом, лисенок Лютер наблюдался лучиками, скачущими по листьям, и прислушивался к мелодии лета. И тут лисенок услышал, что кто-то шмыгает носом, и пошел посмотреть. Это оказалась зайчишка. Зайчишка очень печалилась, что ничего не умеет делать. Лисенок помог ей найти свой талант. А затем предложил маленькой зайчишке устроить представление. Так все в лесу узнали, что зайчишка – лучшая прыгунья. Все жители леса охотно пришли на представление и стали не только зрителями, но и активными участниками. Каждый смог продемонстрировать свой талант. Книга небольшого формата, рассчитана на возраст 0+. Эта сказка идеальна для чтения перед сном. Сможно поговорить с малышом об изменениях, происходящих в природе летом. Также побеседовать о дружбе и взаимовыручке. Эта книга идеальна для совместного чтения. Удобный формат, в который можно взять дорогу. У книги есть продолжение, и вам не придется расставаться с героями. А сейчас предлагаем вам сделать свою зайчишку. Для работы нам понадобится квадратный лист белой бумаги и черный ломастер. Сгибаем квадрат пополам. Затем подгибаем правую сторону к центральной складке. Также подгибаем левую. Раскрываем. Раскрываем. Поворачиваем лист бумаги и снова складываем пополам. Правую и левую стороны подгибаем к центру. Раскрываем. Далее сгибаем квадрат по диагонали. Сгибаем обе стороны. Разворачиваем. Затем сгибаем правую и левую сторону к центральной складке. Верхний квадрат сгибаем вовнутрь. Получаем треугольник. Таким образом. Тоже делаем и с левой стороны. Верхний треугольник отгибаем вниз. Переворачиваем на обратную сторону. Теперь формируем ушки. Сгибаем одно ушко к центру. Таким образом. Второе ушко делаем так же. Переворачиваем на другую сторону. И загибаем маленький треугольничек вниз. Складываем фигурку пополам. Уголок должен быть внутри. Берем зайку за ушки и аккуратно тянем вверх. Проглаживаем складки. Свободную часть сгибаем по направлению к грудке зайки. На одну сторону. Затем на другую сторону. Расправляем фигуру и по намеченным сгибам загибаем свободный край вовнутрь. Затем снова расправляем фигурку и сгибаем наш свободный край треугольники, формируя лапки, как на картинке. Складываем зайку пополам. Маленький треугольник на спинке зайки сгибаем вовнутрь. Отгибаем ушки. Слегка пальцем разведем бумагу, чтобы ушко стало объемным. Рисуем зайки мордочку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!